Фильм, конечно, потрясающий, очень мощный, очень впечатляющий, очень красиво, качественно снятый. Чего стоят только капли дождя по лужам во время боёв, брызги от этих капель, и постепенно капли окрашиваются кровью. Чего стоят профили мастеров кунг-фу на контровом свете, выжил-то в песочном дыму? Это, конечно, живопись, это очень красиво. Я шла на этот фильм, как на фильм режиссёра мастера мелодрамы, и захватила с собой несколько пачек одноразовых платков, чтобы рыдать. Но мои ожидания не оправдались, я увидела боевик, и, в принципе, там негде было рыдать. Действительно, очень красивый фильм с захватывающими постановочными боями. Существует два варианта названия «Великий мастер» и «Великий мастерань». В разных источниках переводят по-разному. В аннотации написано, что фильм посвящён «Великому мастеру», основателю школы боевых искусств Ипману. Но если вы посмотрите фильм, то вы увидите, что действительно фильм посвящён многим мастерам, и, соответственно, название «Великий мастера» было бы всё-таки более уместным. Стоит особенно отметить визуальное решение фильма, потому что оно действительно выше всяких похвал. Я не могу сказать, что фильм смотрится прямо на одном дыхании. Это не совсем так. Фильм очень патриотический и перегружен китайской патетикой. Герои разговаривают исключительно китайскими афоризмами. Что-то вроде «Я уйду, но подожди, пока эту палку охватит огонь». «Мы едины, как эта лепёшка» и прочие. В середине фильма у многих возникает проблема. Начинаешь путать главных персонажей между собой. Возможно, это связано с тем, что для нас, европейцев, все китайцы на одно лицо. В принципе, российский зритель уже привык к тому, что актёры дубляжа жарят по полной программе все свои недоигранные роли. Но этот фильм превзошёл всё, что я видела раньше. Судя по тому, с какой отменной дикцией актёры дубляжа выговаривали свои фамилии на титрах, они очень гордятся своей работой. При дублировании актёры пытались сделать китайский акцент, отчего возникало ощущение, что все персонажи приквакивают. Дело в том, что в китайском языке существует тонирование гласных звуков, отчего китайцы действительно разговаривают немножко по-другому. У них более горловое звучание. Мы же направляем звук больше в головной резонатор. Но они не квакают. Когда я шла на просмотр фильма, я была в полной уверенности, что пришло время доставать китайскую грамматику с полки, потому что китайцы наступают, и скоро они нас поглотят. Режиссёр Вонг Карвай в одном из интервью сказал, что Россия и Китай очень близки. Посмотрев фильм «Великий мастер», я поняла, что это совсем не так. И между нашими менталитетами существует очень мощный барьер, и они нас ещё долго не поглотят. В трейлере фильма было заявлено, что «Лучший фильм Вонга Карвая – Великий мастер». Опять я вынуждена не согласиться, посмотрев не все фильмы Вонга Карвая, но многие, я остаюсь при том мнении, что лучший фильм – это «Мои черничные ночи». То, что в других предыдущих фильмах Вонга Карвая было авторским уникальным методом, а именно отсутствие выстроенного драматургического скелета и частая смена главного персонажа по ходу действия, в блокбастере не работает. И скорее является минусом этой картины. Любовная линия этого фильма мне показалась слабой. Возможно, это связано с тем, что я привыкла считать режиссёра Вонга Карвая мастером мелодрамы и ожидала увидеть что-то романтическое и мелодраматическое. Бои настолько потрясающие и фантастически выстроены, что к середине фильма становится скучно смотреть бои и хочется больше психологических отношений между героями. Но этого нет, и действительно где-то в середине возникает провис внимания. Отношения между героями показаны как-то по ходе и больше флешбеками. Фильм «Великие мастера» – конечно, очень мощное зрелище, и как минимум посмотреть его нужно. Фильм «Великие мастера» – слушайте «Великие мастера» – за кли türми «Мастера» – boro Ramsа vs. Muslims » Продолжение следует...